Ну, во-первых, мы всегда говорим, это вообще дело Украины быть антирусским, русским, сверху русским, это вообще ее личное дело, какое твое собачье дело, что они там у себя создают. А у тебя давно антиукраинский анклав, но почему-то никто не приехал под Сызрани, Одинцову или там на Рублевку на танках и не убивал мирных жителей, закапывая их живьем. Ну, как-то вот не было этого, да? Хотя уж что творится с антиукраинством все эти годы, там с 14, а может чуть раньше, ну, это, знаете, 10 Украин позавидуют. А вот, поэтому на самом деле эта риторика знакомая, он ей уже оперировал. Но еще раз, неотменяемо то, что именно вы приехали и убиваете украинцев, они к вам не ехали, они вас вообще в упор не видели и не желали с вами иметь ничего общего. Ну, то, что он цели меняет, об этом Киркин сказал. Что значит антирусский? Вы за антирусские любые очаги будете теперь танки посылать с самолетами и ракетами? Это вот так вы теперь общаетесь, да? А вы не пробовали просто отделиться и мирно жить? Может быть, это как-то сильнее повлияет, лучше повлияет в сторону снижения этих антирусских... А сейчас уж, конечно, переубивав столько народу, теперь у них выгодно говорить. А теперь они, конечно, будут антирусскими. Ну, как же они не будут антирусскими? Мы там десятки тысяч людей переубивали. Ну, конечно. А теперь мы уже должны воевать, потому что они же не могут теперь не антирусскими быть. Вы понимаете, насколько это абсурдная логика, которая продается населению, часть населения его хавает, она ест это все. И им, конечно, ну как, они мотивируются, но мы же не можем такой антирусский очаг около своих границ иметь. Но он другим уже не будет. Украины не будет многие десятилетия. Другое, потому что в каждой семье либо убит ребенок, отец погиб на войне, брат, там, не знаю, убили ракетой мать или там жену, разрушили дом. Да просто, значит, из-за того, что человек в подвале сделал, он будет русских ненавидеть. Вот они не понимают этого? Они не понимают этого. Потому что за все, за это, всегда люди будут заражены этой русофобией. И не надо этого скрывать. А как по-другому? Вы что хотите, войной вызвать симпатию, что ли? Убийствами людей, закапыванием в буче или там в изюме, чтобы люди от этого любили и вам сало с пирогами посылали, что ли? Ну, это тоже смешной разговор. Но, понимаете как, иногда выглядит это очень беспомощно. Они пытаются натянуть, как говорит, сову на глобус, обосновывая все чем угодно, вот все валя в кучу от войны с НАТО. Что является явным противоречием, так сказать, в ИСФНАТО и с антирусским центром в Киеве. Вот вы определите, потому что какие-то вещи, какие-то элементы обоснования этих целей, они взаимоисключающие. Они взаимопротиворечивые. То есть, получается, что главное это объяснение и самое реальное, это в том, что мы хотели захватить территорию. Вот он это же сказал. Мы, говорит, бассейн Азовского моря, он теперь внутренний, на СПЧ он это сказал. Вот два дня, три дня назад. И вот в эту цель мы охотно верим. А все остальное, это риторика, которая сейчас уже потеряла всякое значение. Потому что захват территории, оно предполагает все остальное. И население все убьем, и его расчеловечим так же, как свое, и покончим со свободными политическими, и с нацией покончим украинской, и с властью этой покончим, и прозападным путем развития совсем покончим. И не будет ничего, будет выжженная земля, и все превратится в один большой Мариуполь. Вот все, что они хотят. Ну да, и там же сегодня бегал по этому самому, опять же, в эфире Соловьева, говорил о том, что почему мы не можем, почему наш лидер не может использовать все оружие, которое у нас намекает на ядерное оружие. А, ну хорошо, так ему же уже ответили, ему же объяснили, что будет, если он будет продолжать даже говорить, не то, что использовать это ядерное оружие. Если он использует ядерное оружие, другая будет война. Это не будет война России и Украины. Это закончится напрочь, в эту же секунду. Это будет война в горячей фазе между Москвой и всем остальным миром. Причем сейчас уже подозреваю я с участием Пекина, Дели и других стран, которые они видели себе потенциальными стратегическими союзниками. Так уже не будет. Он не применяет ваше ядерное оружие, идиоты, потому что он боится последствий. И никаких других здесь объяснений не может быть. Он безнаказанно пока еще может обстреливать территорию и воевать на территории Украины. Но применение ядерного оружия приведет к тому, что по нему самому ударят. И дай бог, он там рассчитывает остаться в живых после этого ответного удара. И совсем не Украина, между прочим. Я все-таки думаю, что ядерная риторика им нужна была как реакция. Вот сейчас последняя, я уже не раз об этом говорил, на ударами дронов по аэропорту Энгельс и Дягилева. Рязанской и, соответственно, Саратовской области. Ну, потому что все понимают. Это значит, что у Украины появились средства ударные, которые летят на 700 километров от границы. Значит, никто не в безопасности в Москве. Потому что это как раз расстояние от границы. Никто из них не в безопасности. По-любому могут ударить. В любой дом этот дрон может прилететь. Радиоуправление несет до 75 килограммов взрывчатки. Продукт укрепленного промы. В чем у вас самоуверенность такая? И, знаете, они хуже защищаются. У них нет Насомсов и Айрисов. И Петривов. И мы видели, что противопоставить-то это мало. Есть что? Ну, потому что что же вы не защитили свои стратегические бомбардировщики тут? Что же вы не защитили-то? А может, нет у вас ничего? Может, как раз все обман? Да, и, в принципе, лишить вас возможности использовать ядерное оружие, уничтожить носители, может, в течение нескольких часов. А если прилетят американские ракеты, это Магавки, да, и на Урал, и в Энгельс, и в другие места, и так же лодки потопят. А кто сказал, что это невозможно? А почему это невозможно? Это очень даже, знаете ли, возможно. И на Лубянку. И на Лубянку, и в Кремль, и на Рублевку. Почему они не могут прилететь? Вы же вот направляете свои средства, баллистические ракеты, так далее, по Украине, по Киеву, по другим местам. Это штука взаимная. Запросто могут. Марк, хочу вас как у юриста спросить, смотрите, ну, насколько я знаю, что все эти Поповы, Скобеевы, Соловьевы, они все санкционированы. Означает ли это, что они, члены их семьи, не могут выехать за рубеж в Европу, в Соединенные Штаты Америки и так далее? Абсолютно точно, они не могут выехать, сами они точно не могут выехать. Потому что в Украине, они еще отдыхали в Австрии, катались на лыжах Поповы. Ну, безусловно, не-не-не-не, сейчас они выехать не могут. Вот. Единственная лазейка существовала у Попова, он теперь же депутат Государственного. Они могут выдумать какое-то служебное приглашение через дипломатический паспорт, у всех депутатов дипломатические паспорта. Если принимающая сторона разрешит, ну, в рамках каких-то обменов, если они существуют, сейчас их нет, кстати. Я и говорю, что сейчас их нет. Ну, приехать они могут, потому что нечто подобное еще происходило уже с санкционированными всякими слунскими, слунскими. На пасе они вот ездили, сейчас уже этого нет. Я думаю, сейчас режим гораздо жестче. Но, опять же, мы говорим, что вот если о пропагандистах, то это только европейские санкции. В Соединенных Штатах в отношении Соловьева и Симаян пока еще санкций нет. Причем у этого есть объяснение. Они действительно считают, что очень тяжело отслоить пропаганду от журналистики. И они не берутся это решать, поскольку считают это плохой дурной знак. Я по этому поводу, я уже не раз рассказывал, разговаривал с Дэниелом Фридом в свое время. Он сказал, ну, первую поправку. На мое возражение, почему первая поправка должна действовать в отношении каких-то там российских пропагандистов, он сказал, первая поправка, она для всех. Она и для таких, и сяких, и черно-бурмалиновых. Этот вопрос требует решения. Но, тем не менее, я просто убежден, что рано или поздно это универсализуется. И на Соединенные Штаты тоже. Ну, просто когда Соловьев в наглую говорит, какая там гага, мы что, а что, мы не можем туда прийти и спросить? У них же там нет армии. Мы что, не можем их построить? Так, а что? Я говорю, черт побери. Эти люди там ездили за границей, постоянно пользовались благами. И теперь они откровенно призывают к тому, чтобы там уничтожать Европу, понимаете? Ну, пусть попробуют. Пусть попробуют. А мне так сдается, после поражения в войне, вот эти функции, когда они могут заехать, приехать, будут выполнять какие-то украинские группы. Может быть, и ЧВК разрешат создавать в Европе. Скажут, а что, украинцы хорошо воюют. Давайте мы их, что они горяченькие, они вон, смотрите, какие успешные. А давайте-ка мы вот на Соловьевых таких вот напустим, своих. И, знаете, известно, как все повернется для таких. Они ведь как, они Соловьевы, я вам по секрету скажу, они все равно где-то в Можичке, там, дальше спят. Ну, хорошо, начнется с утолка в России. Я опять прикинусь евреям. Он же теперь крещённый, теперь он в проводе ныряет. Я еврей. День типу. Соловьева перейдеть в Миненьковского, там, Шапира, кто он там, не разберешь. И буду в Израиль перебираться. Там же безвизовая. Скажут, ну, меня же примите и так далее. И вдруг выяснится, что у него паспорт израильский. Это стандарты. Какая-нибудь Симонян будет изобрать армянку из себя. Ну, мы это всё знаем. Мы это всё проходили. Эти люди настолько циничные, дбурушные, ублюдки, которые, значит, всегда потом обернутся, значит, ой, да мы не такие и так далее. Ну, вопрос в том, чтобы не дать им этой возможности, чтобы вовремя вспомнили, как они собирались бомбить Гаагу, Лондон, Вашингтон. Понимаете? А мир либеральный, он же ведь весь такой, немножко такой, знаете. Сейчас отменяется. Сейчас пожёстче становится. Корочка такая обрастает металлическая. Но всё равно это очень пока проблемная история. Потому что от у Симонян. У неё в Ницце квартира вместе с её этим, значит, кахалем, значит, её мужем нынешним. У них в Париже, говорят, квартира. Я ж не знаю состояние. Это же закрытая вещь. А арестована ли эта имущество? Конфискована ли она должна быть и так далее? То есть, пока это вопрос... Все знают, на озере Кома там три виллы у Соловьёва. Конфискованы ли они? Вот хороший вопрос. Почему они по сей день должны быть просто заморожены? Пора уже продавать. Пусть появятся новые владельцы. Ремонтируют. А денежки полученные пойдут в фонд Украине. И в ГАГу тоже направить. Санкции так санкции. Чтобы они были настоящими. Конечно. Вот этот путь, который был, или заговор, не знаю, как правильно его назвать, в Германии, да, даже было заявлено о том, что планировалось убийство канцлера Шульца. Как вы считаете, может, могло ли быть там вот след Кремля? Да, потому что, на самом деле, они же любят подкупать. Они любят, так сказать, мы знаем, как КГБ работало в 70-е, 80-е. Там очень много вещей, которые с левыми, например, происходили в Штатах, в Европе и так далее. Это все были вот их, так сказать, делами. Ну, здесь тактика вряд ли поменялась. Вот в Черногории же была попытка переворота. Там тоже многих взяли. Там даже россиян взяли какие-то из ГРУ и так далее. Я думаю, след может быть. Другое дело, я не очень верю, что такой заговор мог иметь хоть какой-то шанс. Типа они собирались Бундестаг захватить. 25 человек взяли в рамках заговора. Ну, там есть и военный, судья есть. Еще какие-то, типа, помощница депутата Бундестага. Ну, какая-то странная конструкция. Но я охотно верю, что могли такие быть. Знаете, несколько лет назад в Бундесвере тоже раскрыли заговор. Такой претензаристка правой. Офицеров, там спецназа. Их там тоже десятки людей взяли, арестовали, придали военным трибуналам и так далее. Они тоже планировали какой-то заговор. Эти вещи происходят. О них очень мало информации. Если вы заметили, информации почти нет. Стараются не будоражить. Специально, чтобы лишнего не вышло. Потому что это все, конечно, со спецслужбами и какой-то специальной же информацией. Поверить, что такой заговор может быть реализован, я не очень могу. Но вот создать проблем, превратить в хаос все. Вот это по стилю очень похоже на российские спецслужбы. Такое отвлечение, знаете. Они же и теракты организовывали именно для этого иногда. В том числе. Или содействовали им. Или закрывали глаза. Или даже помогали. Для того, чтобы создались проблемы. Ну и не выгонит уже. Понимаете? Появилась новая головная боль. Это же у себя, прямо дома. И так вроде и от нас отстанут. Поэтому я охотно верю, что к этому могли иметь отношения какие-то лица из спецслужб российских. Какие-то конфиденты, которые общались с отдельными лицами. Но, повторяю, информации мало. И она будет скрываться до момента, пока сами власти Германии не сочтут нужным это все обнародовать. Поэтому можно только гадать. Ну и закончим тем, с чего начинали состояние путинской элиты. Смотрите, есть такое ощущение. Оно как бы не оформившееся совершенно. Но у меня такое ощущение, что сейчас борются за вот этот трансфер около Путина два человека, которые считаются его друзьями, близкими. Это Патрушев. Да. Сахарная голова. Вот. И Ковалев. Ковалев. Ковалев, Ковалев. Юрьевич, да. Потому что один заходит из двери, так сказать, официального офиса, ФСБ, а другой друг, советчик и так далее. Но им обоим хотелось бы с одинаковым пылом получить вот этот ценный приз. Они оба там вот вертятся. Может ли быть такое, что между ними есть конкуренция? Вы знаете, там более сложная игра. Я уверен, что более сложная. И она явно больше двух. Потому что, да, конечно, Ковалев очень близко к доверенцу. Кстати, он участвует в совещаниях ХФСО. То есть он настолько близок, что он часть ФСО, он там их обеспечивает. И деньги, и, так сказать, какие-то дела, если что-то. Хотя, казалось бы, ну каким местом вообще? Никаким. А так это ж, понимаете, это ж криминальная иерархия. Она такая криминальная спецслужбистка. И в ней, в этой системе, не должность даже играет роль. А близость к Сюзерену. А кто из них, с вашей точки зрения, канцельери все-таки? Ковальчук или Патрушев? Ну, безусловно, Ковальчук. Ковальчук, безусловно. Но в этой системе она же устроена несколько более сложно. И в ней ты просто так, не можешь, имея доступ к силовой структуре лично подчиненной Путину, игнорировать наличие ФСБ, Лубянки и всех отростков от нее. Поэтому здесь некая и равновесная часть есть. Ну, там есть те, кто держит кошелек по части энергетических ресурсов. Это частично Сечин, частично Миллер. Там много, иерархичная структура. Поэтому взаимная конкуренция, взаимная борьба, она есть внутри видовая. Она есть, но Ковальчук, мне кажется, ближе к самому Путину. Он понимает, что у него шансов на какую-то самостоятельную линию без Путина не очень высоки. Сам он явно не претендует на замену собой у Путина. Его бы устроила какая-то фигура, которой бы он мог управлять, которой бы он мог влиять. Патрушево же, безусловно, лицо амбициозное. Ну, может быть, не для себя, а для своего 42-летнего сына, который министр сельского хозяйства, тоже выпускник Академии ФСБ. Но семейство Патрушева, Бортникова и так далее, безусловно, у них свой клан. Они больше олицетворяют даже некую режимную особенность. Потому, что эта система-то коллективная, она же КГБшная. И они более коронные типы в ней, понимаете. Хотя Путин, естественно, ее тоже главное олицетворение и отчасти создатель нынешней системы. Только как Андропов когда-то, собственно, стоял у основания конвертации власти в спецслужб в государство. Власть став сам генеральным секретарем, но умер из-за вот этого диализа с почками. Вот, поэтому у Патрушева в этой борьбе выше шанс. Выше шансы. И еще совсем уже напоследок, то, что мне вчера Афельштинский сказал, я засомневалась, но решил у вас спросить. Он говорит, что есть некий совет ФСБ, который сохраняет самую верхнюю верховную власть. И если бы они решили, что Путин должен уйти, Путин бы ушел. А неужели это так? Неужели действительно там вот у этих типов, извините, сохраняются вот это вот прям ключи от власти? Ну, во всяком случае, коллеги ФСБ, стоящие из генералов, их много. Это очень серьезная среда. У них там Королев, Ткачев, вот эта вся среда, очень известные фамилии. Все миллиардеры, естественно, все обладатели огромной силы власти и всего остального. Но, скажем так, если бы они заговор сплели внутри Лубянки, то они бы Путина могли бы устранить. Уж как? Это техника. Оставить живых, убить, еще что-то. Если они все сговорятся, но они не могут сговориться, Путин же это понимал. И они по разным группам распределены внутри самой коллеги ФСБ. Внутри. Там Королев одно, понимаете, бывший, ушедший первый зам Смирнов, это другое. Тот же выходец из Петербурга, возглавив вторую службу. Генерал Седов такой, вот он нами занимается, всеми диссидентами, оппонентами, политическими врагами. Значит, это третье. То есть, масса всяких нюансировок, понимаете. Им договориться очень сложно между собой. Потому что любой из среды, если они выдвинут заменяющих Путина, сожрет всех остальных. Всех перестреляет, понимаете. Если бы Берия пришел к власти, вы же понимаете, за судьбу маленького Булгарина и Хрущева, может быть, спокойным. Они бы покоились бы в лучшем случае у кремлевской тени, а в худшем, значит, никто бы и не нашел их останков.